Девушки отдыхают На протяжении 23 лет жители Донбасса исправно платили пенсионные взносы в Пенсионный фонд Украины Теперь киевские власти отказываются выплачивать пенсии и пособия Поэтому руководство ДНР взяло на себя ответственность, обеспечивая денежными средствами в виде социальных выплат самые уязвимые слои населения – малоимущих, пенсионеров, инвалидов Начали выплату пенсионеров в Петровском районе Делают люди очень большой ажиотаж, думают, что деньги закончатся Выплаты есть, будем выплачивать до января месяца и январь месяц тоже, кого не успеем Оплачивать будем также лежачих больных Почтальон у нас носит, будет доставка на дом Так что ажиотажа делать не надо, денег на всех хватит и деньги есть С 20 ноября начата выплата материальной помощи на детей до 3 лет матерям-одиночкам, детям-сиротам, находящимся под опекой С 9 декабря выплату начали получать инвалиды С 10 декабря стартовала выплата помощи пенсионерам по возрасту 1 тысячу гривен получат пенсионеры и инвалиды первой и второй группы инвалидности Инвалиды третьей группы получат 900 гривен Для получения материальной помощи пенсионерам необходимо заполнить заявление, иметь при себе документы и их копию Заявление предоставить к серокодству паспорта, антификационного кода и пенсионного кода, свидетельство доставления Сколько это время не занимает в среднем и сколько отводится на каждого человека? Число? Ну, а тут 3 минуты, я думаю, достаточно Если все готово, проблемы какие-то нет Мы работаем с 10 и до скончания людей, пока люди обслуживаем Вообще режим работы с 10 до 3 мы за это время успеваем обслужить до 400 человек, а то и больше Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ, Донецк